Окей, ладно, не суть, что там австралийц-канадец. Австралийц-канадец шикарно увидел дабл тап. Но, естественно, я не продаю здесь, у меня нет никакой продажи. Почему? Потому что дабл тап, двойная вершина, где? Она не в зоне. Если бы она была здесь, то был бы сел? Конечно. Здесь есть сел? Нет. Понятно, да, это очень важно. Когда мы говорим, у меня есть сигнал, задай себе вопрос, а где сигнал? О, поглощение! О, сайфер! О, гартли! О, треугольник! О, еще что-то! Где? Относительно чего? Как говорит великий Тодд Браун, это один из тех трейдеров, на учингах которого я, в принципе, вырос. Он говорит, относительно чего прайс? Relative to, то есть ты смотри налево и говори себе. То есть, если ты видишь двойное дно, относительно чего оно находится? Относительно какой зоны оно находится? И если там зона, пусть это она даже отработается, но если ты будешь ходить по каждой вершине двойной, но без зоны, допустим, ну, к примеру, мы берем двойную вершину, то тогда ты получишь некачественные результаты, то есть они будут постоянно от тебя прыгать, потому что ты не можешь привязать к конкретным условиям свою сделку. То ты вошел в зоне, то ты не в зоне, то ты вошел где-то посередине. Но если ты сделаешь так, что у тебя будут конкретные параметры, зона, паттерн, то есть это будет цельным, тогда ты сможешь отследить качество сигнала и можешь быть объективным в этом случае. А так ты будешь рандомным. То есть всегда смотри, относительно чего? Relative to, он всегда говорит, относительно чего находится прайс? Есть ли там условия, есть ли там уровень? Тренд это второстепенный фактор в этой ситуации, потому что вы можете продавать против тренда, пожалуйста, в чем проблема? Торгуйте против тренда, ради бога. Понятное дело, что вероятность меньше, но это никто не отменяет. Понятное дело, что по тренду выгоднее и интереснее торговать, это естественно. Но вопрос зоны, есть ли там спрос и предложение? Есть ли там, был ли там в прошлом? Потому что ситуация в прошлом дает вам возможную картину будущего, никак иначе. Откуда взялась двойная вершина? Она тысячу раз повторялась, когда-то потом ее приняли и начали использовать активно. Если мы там вообще копаем глубоко. То же самое Гартли. Кто-то протестировал, потом она стала повторяться. Вот, оп, все. Некоторые паттерны, они просто повторялись и просто им потом придали вот эту форму. Да, там стал Гартли, стал там ABCD. Они всегда были. Просто рано или поздно кто-то их увидел. Вот и все. Та или иная, я не знаю, там географическая точка на карте, она тоже была. Просто кто-то первый приехал и увидел. О, я открыл там этот. Я открыл там то-то, то-то, то-то. Я открыл месторождение нефтяное. Я открыл это. Мы открыли это. Мы бурили, бурили, его нарыли. Ну, то есть, это то же самое. Поэтому это очень важно. Это критично для вашей торговли. Связка уровня и, соответственно, паттерна. Это называется причина почему. Да, почему ты покупаешь. А есть трейдеры, они не понимают этого. Они гэмблеры. Им сам процесс игры нравится. Азартный. И это самые страшные трейдеры, у которых мало шансов на результат. Но есть. Вот я такой был. Азартный очень. Любитель Блэк Джека и всякой вот этой хрени. Не играйте в Блэк Джек. Опасная штука. Лучше будьте трейдером.